Привет, YouTube! С вами опять Антон Патрикеев, и вот она новая серия проождение игры. День победы, четвертая часть, за свободную Индию. И в этой серии я планирую продвигаться вглубь Норвегии, да и вообще вглубь остальных союзников. Эх, Комитерн уже повершен, но это хорошо. У меня теперь есть мелкая армия, состоящая из трех мотострелковых дивизий, ими я с удовольствием воспользуюсь для того, чтобы уничтожить войска противникам. Так, ну вы тут разберетесь. Давайте помогать, нужно уничтожить две СНС-ки дивизии противника. Горы, отлично. Просто прелестно. Ну, продвигаетесь, это хорошо. Ну, вы их уничтожите, надумаю. Ну, думаю, да. Ни как припасов пойдет. А тогда можно, где же нет, на кровати подождать. У них сейчас припасы закончатся. Нужно подождать. Ну, я подожду. Я могу долго ждать. Вот. Вы просто понимаете, сколько войск вообще все, если тратится на эту Болгарию с Грецией. Ну, и, собственно, вот я хочу их, наконец-то, уничтожить. Вот этих страны. Оккупировать их, чтобы и вот эти огромные силы набросились на британцев. Или на США. С Британией я сам попробую разобраться. Попробую. Интересно, у меня вообще есть артиллерия войска. А то, что-то мне интересно стало. Да, есть артиллерия войска. Серьезно? К тому, как подумать. Ладно, про переоружение тоже забывать не стоит. Как не, как противник переоружается без особых проблем. А вот мне посложнее будет. Что вам нужно? Единая Канада капитулирует. Пока Единая Канада. Пока-пока. И США так территорию захватили. И Соединенное Королевство. Все по захвату и территории. Ну да, сходу я их не уничтожу. Ну и все, они выставили оборону. Тогда да, буду ждать. Буду ждать. Так, отлично немцы идут. Это хорошо. Давайте продолжим наступление. Вы тоже. Норвег нужно взять. Вот Норвегия сейчас довольно-таки просто. Они могут выставить парочку у них на дивизии. В одной провинции. И, собственно, мало кто пройдет. Ладно, мои войска более-менее уже идут. Север Норвегии уже практически весь оккупирован. Но наполовинку. В общем, наступление идет полным ходом. Здесь тоже более-менее что-то идет уже. Вот эти все огромные дивизии не могут начать наступление. Что самое смешное. Они просто не могут начать наступление. Это грустно. Ой, организация у них падает. Ну, собственно, пару дней осталось подождать. И они быстренько сдадутся. Китайская дивизия у тебя. У меня есть один хороший план. Ты иди сюда. Отлично. Ай, уже не надо. Они быстренько падали. Стоп! Раз, два, три. А вот это уже неплохая идейка. Ой, вот холера. Вот холера. Вот холера. Вот холера. Отлично. Продолжаем. Возьми-ка аэропорт. Мне он пригодится. Как раз-таки город еще возьмешь. А у них огромные потери. Но по сравнению с моей 18-й войне уже неплохо. Отлично. Болгария уже практически палом. Ах, пойдет Болгария. Вслед за ней быстренько пойдет и Греция. И я смогу все свои 40 дивизий перебросить в будущем Британию. Хотя, думаю, что вот моей 59 дивизий вполне хватит. Вполне. Ну, посмотрим. Галифакс у них. Премьер-министр. Ладно. 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 Отлично. там попали на конвоя так так угу ну я понял почему почему у вас такая здесь неразбериха идет я понял попробуйте идти на софию пойдет в столицу пойдет в себя благодаря так 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 и так 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 в александрею ну вот вы все делаете, это хорошо так так, так, так кстати, кстати, кстати ладно, если кто-нибудь досмотрел до этого момента то вот такой вам вопрос сейчас у меня на канале идут два прохождения по четвертой Европке и по четвертому День Победы в общем, как вы из этих игр выпускать чаще Европку, либо же День Победы в общем-то напишите об этом в комментарии но пока что я постараюсь выпускать обе игры через день хотя может быть и по каждой игре в день посмотрим, в любом случае напишите в комментариях на что ставить приоритет заранее всем спасибо а кто не напишет нехорошо Саваркар расстроится ну ладно Норвегия так, ну да с Норвегией, конечно, очень долго дела обстоят будут очень долго но тут надо понимать они тут, одна дивизия может спокойно держать оборону несколько недель если не месяцев так что надо все, собственно, понимать все это дело или он мэйн ну что ж ладно, надеюсь, мои войска будут получше рамельевских надеюсь на это ой квартиры вне реки это не очень хорошо но и у них порт они тут спокойно смогут останавливать свои свои снабжения ладно, ты пока жди здесь Канада ну кроме, пожалуй, на эквалистской дивизии вы на острова идите так ну давайте берите софию я вас верю так, из-за Александрии ну да да, самые боеспособные дивизии оттуда уплыли то есть остались две слабенькие но я их смогу, думаю, ликвидировать думаю, смогу что ж моя фехотная дивизия циньдау здесь чисто только китайцы здесь даже ни одного индийца нету ё-моё вот это плоховато ну ладно да, да, он высадился в Шотландии хотел на юге получилось Шотландия ну ладно прошу, 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 прошу да, здесь нету никого оу вот только попробуй не, фу, восстанавливается фу отлично возьму порт и смогу высадить здесь если твои остальные войска на Норвегию я смогу даже внимания не обращать отлично нападайте уже зачем попросту сражаться тратить людей хотя мне же лучше я больше очков получаю чем больше мне потерь тем больше очков да тем больше я смею себе смогу потребовать в случае мира на что мне, собственно, нужно не особо-то и много всё, вся Африка я бы не отказался от самих островов британских кого бы я ещё хотел бы захватить но тут много стран кого захватить-то можно ладно, посмотрим давайте, берите Нарвег берите Нарвег я вас верю все все на Нарвег возьмёте его там, в нём есть порт я смогу в Британии свои войска высадить ты молодец что взял всё это дело молодец болгары капитулировали это очень хорошо теперь у тебя новая задача и состоит она в очень в простом деле выбить греков я верю в тебя, ты справишься смог выбить болгару выбежать греков ну давай быстрее нужно бить Нарвег все на Нарвег все на Нарвег да вы выбейте их уже я вас верю вы сможете надеюсь на это так Александрию давайте уже захватить все итальянцы территории захватили все итальянцы территории я вам его я вам его я вам его Вы будете его захватывать, или как? От вас только никакого. 12 дней. Это жуть. Ладно, можно и потерпеть. Ладно. Ладно, отлично. Выстока в Шотландии удалась. А что осталось переместить сюда свои войска? Свои пятьдесят восемь тупые маньяки. дивизии которые не могут даже на рынке взять я же говорил в норвегии очень хорошее положение одной дивизии в плане достаточно чтобы оборонять территории вполне достаточно и в одной дивизии чтобы обороняться пример 60 в арадских ай ладно ничего отлично нужно бельгии полностью выбить хотя здесь бельгии осталось и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну не обязательно Вот холера Бей Так, нельзя британцам дать Здесь укорениться нужно Но если же не победить их одной Своей дивизией Хотя бы задержать их уж точно нужно Субтитры делал DimaTorzok Отлично Кто сейчас жить будет Все вафины, кто может быть сюда Так, а есть конвои в бой Так, нужно и хотя бы задержать Опять же таким Да и задержать нужно Ладно, ну ладно, ну так Так, я верю вас Выстоите Иначе я во всех подрастрелов проблю Так что давайте, я верю, у вас 50 А, ну да, я же отделил Главное задержать Главное задержать Если смогу их задержать уже будет Отлично Ну все, полное штабное наступление Начинается Получается Состав Соединенной Королевства И США А вот США Ну США тоже не сложно будет Нужно опустить свои войска вот сюда И уже отсюда В щек И захватить их Италия возвращается в Сомали Так, отлично Надеюсь, это уже воспевает Ой, эх, то есть А, эх, отлично Неплохо задерживаю Так, ладно, знаете Пошел я на этом и серию завершу Спасибо за просмотр Всем пока